Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 3 ноября. Я вот сейчас, собираясь фаршировать перцы, хочу вам рассказать о этом блюде, а именно о этом овоще, о перце. Потому что если из моркови, из капусты мы преимущественно делаем салатики, то перец это тот овощ, из которого можно сделать праздничное блюдо, которое вы можете кушать даже во время диеты. Перцы. Обычно я фарширую, беру свиной фарш, когда фарширую перцы, но в те времена, когда я сижу на диете, вот например, не хочу как-то повышать калорийность своих блюд, просто фарш беру куриный. Делаю пополам половину риса, половину куриного фарша, туда же морковь и лук пережариваю. И вот этот фарш, он низкокалорийный, он считается диетическим. А то, что нужно применять перец, ну хотя бы не ежедневно, но очень-очень часто. Многие тоже из-за того, что вот он такой крепкий, хрустящий, его некоторым кушать сложно, от него отказываются. Вроде помидоры мягкие, их удобнее, раз-раз-раз. Но перец нужно обязательно употреблять, потому что, вот сейчас я вам прочитаю, видите, перец, это тоже та пища, которая нас лечит, тот овощ, который очень-очень полезный. Перец имеет мощный запас полезных веществ, поэтому он важен при авитаминозе, малокровии, депрессии, упадке сил. Тут написано, что витамин В в нем отвечает за здоровье сосудов, сердца, нервной системы. По содержанию витамина С, перец занимает одно из первых мест среди продуктов питания. Я все не буду читать, потому что мы все знаем, что все овощи очень полезные. Тут написано в числе минералов кальций, фосфор, калий, магний, натрий, железо, йод, фтор, хлор, цинк, медь, селен и другие. И у него очень богатое содержание витаминов. И написано, болгарский перец входит в первичный список продуктов, разрешенных диабетиком. Это очень важно. В нем крайне низкое содержание сахара, поэтому врачи разрешают его, если нет иных противопоказаний. При минимальной калорийности овощей фруктоза, которую он содержит, существенно не повлияет на показания глюкометра. И вот при регулярном употреблении организм получит свою норму витамина С, концентрация которого в перце выше даже, чем в лимоне или черной смородину. Вот именно специально прочитала вам, что можно не ходить, не покупать лимоны привозные. Можно почаще употреблять перец. Вот сейчас я буду фаршировать перец, который я снимала зелеными. Видите, они уже маленькие. Ну вообще есть некоторые, вообще вот такие крошки. И что мне интересно, в этом году созрели все-все-все, даже самые малейшие, маленькие, вот эти вот, которые недосформировавшиеся были, запопушек, как я их называю. Поспели все, и красные, и желтые. Вот эти у меня в комнатных условиях лежали. Они даже почему-то не сдрябли, но вот эти немножко сдрябли очень давно лежат. Но что самое интересное, что ни один перец не загнил. Все лежат, как будто их вчера сорвали. И вот созрели самые-самые малыши с верхушек. Я ни один из них не хочу выбрасывать. Буду употреблять, чтобы насытиться витаминами. Сейчас у нас зима, зимний период. Свежих овощей будет все меньше и меньше. Подвалы будут пустить. Так что надо воспользоваться последними такими возможностями и готовить. Праздничные блюда, которые можно применять во время диеты, это перец фаршированный, это голубцы. Все, что у нас вот в отварах, мы варим в воде. Потому что, смотрите, вот здесь, да, в фарше, конечно, есть жир. Но когда мы зальем водой, и он покипит, жир этот весь вываривается. И вы достаете, когда перчину, там остается мясо, один белок. Весь жир будет наверху. Просто вот этот жир не берите в свою тарелочку, в чашку не употребляйте. Употребляйте только витамины вот наши в виде перца и белковая пища, которая в качестве куриного фарша у нас. Все, до свидания. Сейчас буду делать фаршированные перцы. Это считается у меня как такое праздничное блюдо, необычное во время диеты. Но так как суббота и воскресенье у нас выходные, у нас все дома, будем готовить, наслаждаться последним урожаем.